Здравствуйте, дорогие зрители! Я как-то уже говорил вам, что нет какой-то такой определенной устоявшейся модели атомного ядра. Есть много моделей атомного ядра. Так и называется раздел в образовательной программе для физиков-ядерщиков о теории атомного ядра. И вот одна из этих теорий называется оболочная модель атомного ядра. Атомного ядра составлена по аналогии с оболочной моделью атома. Да, с атомом все хорошо, а для атома очень даже хорошо решается уравнение Шренингера. И там, значит, совершенно четко. Вот есть уровни энергии, подуровни, все как положено. Переход с уровня на уровень – это излучение энергии. Ну, вообще-то говоря, про атомное ядро тоже известно, что у него есть тоже уровни энергии. При переходе с уровня на уровень излучается тоже, как и у атома электромагнитное излучение. Так у атома это излучение действительно, так сказать, либо оптическое, либо даже радиоволновое, да, электромагнитное излучение. А там это гамма-квант. И вот давайте чуть-чуть на эту тему поговорить, сравним. Вот модель атома водорода. В атоме водорода есть, значит, вот этот центр атомного ядра, а вокруг него, условно говоря, на Боровской орбите, да, вот она, пожалуйста, первый энергетический уровень, крутится, атом, крутится, простите меня, электрон. Электрон крутится. Ну, я так вот нарисовал, вот такая называется квазиклассическое, да, приближение квантовой механики. Но, тем не менее, от нее можно кое-что известно нам. Вот это вот радиус орбиты первой Боровской, она порядка полангстрема. 0,5 на 10 в минус десятый ангстрема. А метр ангстрема, это как раз 10 в минус десятый метр, это один ангстрем. Вообще-то, эта единица названа в честь шведского физика ангстрема. И в мое время учителя называли ангстрем. Они правильно называли, а мы думали, он, да, неграмотный, в книжке написано ангстрем. Нихо ангстрем. А в книжке, может быть, и было написано ангстрем, только при наборе буквы «Е» набирали буквы «Е». Вот. Ну, так вот, вот он. И аккуратно на этой орбите длиной 2πr, да, аккурат укладывается одна Дебройлерская длина волны электрона. А длина волны электрона, это вот что такое. Это, значит, постоянная планка делить на импульс. На импульс. О, да. И мы можем оценить, а какая была энергия, энергия электрона, порядок энергии каков. Ну, сейчас мы это оценим по порядку. Значит, что там? П квадрат делить на 2m, правильно? Значит, то, что тут получается, П у нас будет отсюда, вот отсюда, вот чему будет равняться П. П будет пропорционально чему? Значит, пропорционально единицы на r, правильно? Я так коэффициент пропорциональности веду порядка. Вот это вот будет, значит, h делить на... Вот я напишу тогда отсюда, прямо равняется. П равняется h делить на 2πr. r мы знаем. Вот. То есть, это получается пропорционально чему? Пропорционально единица делить на массу и на r квадрат. А теперь давайте поговорим про атомное ядро. Размер атомного ядра, нам известен, я такую большую букву ее обозначу, это порядка 10 в минус 15 метра. Ну, строго говоря, 10 в минус 15 метра и умножить на корень кубический из атомного веса. Ну, что такое корень кубический? Вот, например, для урана корень кубический из 238. По-моему, это что-то около 6. Да, 36 на 6, это... Да, это около 6, чуть побольше 6. То есть, это порядка вот тут, так сказать, шестерку подставить, и все будет нормально. Ну, давайте подставить шестерку для урана. Вот. Масса. Масса нуклона. Масса электронов это примерно пол мева. Масса у нас принято мерить в энергетических единицах. То есть, масса умножить на С квадрат. МС квадрат это пол мева. Пол мега электрон вольта. Мега электрон вольт это такая энергия, которая приобретает электрон, пройдя разность потенциалов в миллион электрон вольт. То есть, 1,6 на 10 в минус 13 джоуля. Вот сколько. Так вот, масса электрона, она, значит, почти в 2000 раз меньше, чем масса протона. Или вообще любого нуклона протона, нейтрона. Вот я вот это масса напишу. Это будет у нас сколько? Это будет у нас 2002 на 10 третий масса электрона. Это вот была масса электрона здесь. Так, и что же тут получается? А во сколько раз это больше, чем 0,5? О, сейчас я скажу, во сколько раз это больше. Это значит 10 минус 11. Это значит в 10, в 4, в 10, 5 на 10 минус 11 это получается. То есть, примерно 5 на 10 в минус 11 метра. А это у нас 6 на 10 минус 15. То есть, это в 10 минус 4 степени раз меньше, 10 в 4 степени раз меньше, чем радиус орбиты, первой Боровской орбиты. Так, ну и смотрим, что же у нас получается с энергией. Как они будут соотноситься? Энергия. Энергия в, значит, уровень энергии в оболочной модели ядра к уровням энергии в оболочной модели атома. Во сколько раз чего тут будет. Так, ну смотрим. Значит, будем делить. Тут у нас получается порядок величины каков? Значит, единица делить на 2, на 10 в 3, да, масса электрона. Вот. И еще делить на 10 минус 4 в квадрате, 10 минус 8 радиусов Боровской орбиты. Ну а тут внизу, вот он, порядок единицы, делить на массу электрона, на Боровскую орбиту. И получается это, давайте вот сюда вот я нарисую. Что ж, получается у нас 10 в 8 делить на 2 и на 10 в 3. Это получается 5 на 10 в 4 степени. 5 на 10 в 4 степени раз, да. То есть энергия, да, самая меньшая, получается равна десятке килоэлектронвольт. Если у нас энергии, которых связаны с возбужденными состояниями атомов, это электронвольты. Или десяток электронвольт. А тут получается у нас уже, ну, это 50 тысяч раз больше, да. То есть получается там десятки килоэлектронвольт минимум. Самые слабенькие, а так-то еще и больше. И получается... А энергия связи атомного ядра в расчете на один нуклон, как известно, это несколько мегаэлектронвольт. Ну, для разных атомов по-разному, так сказать, где-то вот 10, порядка 8, вот так вот получается. То есть вот тут отсюда видно, что если вы будете пользоваться оболочной моделью ядра и надеяться, что так же, как атом обычный наш, атом водорода, вы можете разрушить с помощью оптического излучения, пожалуйста, надейтесь. Ну, для этого вам придется использовать гамма-излучение очень большой энергии. То есть вам не удастся там с помощью какого-нибудь там террогерцового генератора электромагнитных молн разрушить атомное ядро. Не выйдет, господа. Кстати говоря, знаете, есть такой ядерный магнитный резонанс, который для того, чтобы не отпугивать пациентов, называют магнитно-резонансная томография, МРТ. Вот, и вот это на самом деле ядерно-магнитный резонанс в мощном, не мощном, правда, в магнитном поле с большой индукцией, вот как. Помещают тело человека и, значит, фиксируют его и подают электромагнитное излучение очень высокочастотное. Ну, вообще-то говоря, там меняется поле вот это магнитное, да, просто электрическое поле, магнитное поле. Есть магнитное поле. И меняется постоянно, значит, ориентация этих ядер. Они входят в резонанс. Ну, вот там рассеяние, поглощение. Строится магнитно-резонансная образность в томографе в разных местах. Решается обратная задача. Робот решает ее компьютер. Ну, в общем, все это скучно и неинтересно, но атомное ядро там никак не делается. Не получится, господа, с помощью радиового излучения, которым появляется вот этот терагерц, гигагерц, ни с помощью излучения, которое оптическое, разрушить атомное ядро, увы, нельзя. Вот, так что не разделите его. То есть оставь надежду всяк сюда входящий. Спасибо большое за то, что смотрите меня, что задаете всякие вопросы мне, а я на них отвечаю. И самое главное, не забудьте поддержать меня материально. Внизу у меня для этого есть реквизиты. Желающие могут подписаться на Бусти. Там есть лекции по общей физике, по математике, по теоретическому основу электротехники. И даже для тех, кто готовится сдавать ЕГЭ. 36 полутора часовых лекций по физике и 36 полутора часовых лекций по математике для ЕГЭшников. Вот, и причем это целый курс рассчитан на то, что человек будет вот целый год смотреть, изучать, решать задачи, ну и в конце концов пойдет и сдаст ЕГЭ на большие баллы. И поступит какой-нибудь двуз. Вот, ну вот, такая вот вещь. И далее, что я вам скажу еще, можете связаться со мной, списаться, как говорится, списаться со мной в ВКонтакте или на Телеграм. И может быть я стану вашим персональным преподавателем, буду через Zoom вас учить уму-разуму. Спасибо вам большое. Всего доброго. До свидания вам всех. Вам благ. Пока. Сейчас нажму на кнопочку. Бац.